Телефон, но почему-то там не слышно. Я вам звонил сейчас. А позвонить не надо. По телефону я никому не разрешаю звонить. Это только в беде, когда человек попадает, где-то машина застряла. А вы считаете, это беда? Вы думаете, это беда? Ну вот у меня есть телефон. Я, во-первых, никому не звоню. Если разговариваем, то больше двух минут нельзя. Человек этим недоволен. А вы как считаете, если человек Бога найти не может, это беда? Не может что? Бога найти не может. Ну а как он не может? Дочнее, ищет. Писание говорит, стучите и откворят к вам. Ищущие находит. Вы говорите вопреки Евангелию. В это поверить нельзя. Никак. Игнатий Тихонович, меня Витя зовут. Я как порядочный человек должен приставиться живо. Ну да, вы бы написали раньше, я вам скину. В какое время можно... Я, к сожалению, я пытался найти. Я форум ваш нашел. Смотрю вас, видео ваше. Все смотрю. А как вы нашли его? А как вы говорите? Кто ищет, тот найдет. А что вы искали-то? Что наткнулись-то? Вот я пытаюсь найти видео, которые христианские, православные. Осипова очень пересмотрел всего. Но и вас начал смотреть, и мне показалось сначала, честно говоря, что вы... Ну, какое-то такое радикальное у вас движение, как будто бы. С первого взгляда так можно подумать. Но это неверно. А вот теперь на вас наткнулся, и есть у меня несколько вопросов к вам. Давайте. Вот. Вот самый главный вопрос в моей жизни, самый главный. Кто бы на него мне ответил, бы я все отдал. Все отдал. И это для каждого человека самый главный вопрос. А какой вопрос? А вот есть Бог или нет Бога? Ну, хорошо. Я вот честно могу сказать, что я бы хотел, чтобы Он был. Мне бы очень хотелось бы. Ну, а как, умер, что ли, и все? Нет. А какой Бог? Вот я и мусульманство, и как бы изучал, знакомился, и буддизм, и христианство. Ну, конечно, ближе всего православие, потому что я в такой среде родился. Но принять православие только потому, что я здесь родился, тоже это, как бы, да, надо умом дойти. Но есть... Я знаю, что вы большой знаток Библии. И вот я о чем вас хочу спросить. Игнатий Михайлович, скажите, а вот, ну, понятно, что православие – это не только Библия, но и мы воспринимаем святых отцов. Так, я сразу спрошу. У нас все выставляется в интернет. Вы не против? Не против, не против, не против. Все, говорите дальше. Вот православие говорит о том, что не только Писание, но и мы должны понимать через толкование святых отцов. Но есть такие моменты, в которых святые отцы прямо друг к другу идут параллельно. Хорошо, а какие моменты? А вот этот вопрос каждого гречника волнует для меня тоже. А вечность и мук. Вот что вы скажете об этом? Я что могу сказать, когда вы еще ничего не сказали? У меня, например, такого у меня не было. Я с детства знал, что все вокруг меня сотворено Богом. Как я мыслить стал, три года, допустим, я уже знал, что Бог есть. Бог есть. И есть, мать говорила, есть ад, есть мучение и агоние, смотри, чтобы не попасть сюда. Она нам сказала, нельзя воровать, материться там, с женщинами иметь дело. И меня Господь пронес, сохранил от этого. Поэтому, как Бога доказывать нельзя доказывать? А как его доказывать, когда все переполнено им? Тысячи примеров, тысячи букашек, птиц, животных. Это как могло быть так? Произойти все разное, премудрое, космос, микрокосмос и макрокосмос. Я не об этом, не об этом. А такое может быть, что вы просто порядочный человек. Вы знаете, как вот, у меня где-то атеист. В Советском Союзе все, строил коммунизм. Но порядочный человек, но Бог не верит. Но порядочный, честный, все. Так я больше атеистов уважаю порядочных, чем нежели он верующий и зло творит. Это ваш выбор? Никто этому не препятствует? Нет, я хочу убедиться. Вот, хотелось бы убедиться. Вопрос у меня какой к вам был? Вот, святые отцы. Одни говорят, что муки вечные в аду. А другие говорят, что нет. А какие говорят, что нет святые отцы? Назовите таких. Исаак Сирин. И что он там говорит? Ну, я точно сейчас не приведу, конечно. Ну, вот оно. Но вот Осипов про это говорит. Да написано, 25 глава, 46 стих, должно быть, Евангелие от Матьпея. И пойдут все в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Одно предложение. Тогда и праведной жизни нет вечной. Игнать Игорь Иванович, тогда другой вопрос возникает. Вот, смотрите. Вот Господь Бог, Он всемогущий, все знают? Да, конечно. А Он, допустим, меня сотворил за тысячи лет. Он знал, что вот традиция такой-то так быта. Он знал, какая у тебя ресничка будет длины. И знал, что ты много будешь говорить неразумно, в чем придется каяться. Он, значит, знал, что я, допустим, выберу зло. Да, знал. Получается, создал и обрек сразу на вечную муку. А какая же это любовь тогда? Так любовь заключается в том, что Бог неизменный в слове. Он дал тебе свободу. Он говорит, я предложил тебе огонь и воду, благословение и проклятие, жизнь и смерть. Зачем тебе умирать? Избери жизнь. Он сотворил человека по образу своему, свободным. И ты выбрал это. А при чем тут Бог-то? Вот сейчас красный свет, машина несутся, а вы выйдете на дорогу, и прямо машина собьет. А почему она сбила меня? Нужно было. Есть лестница, по ней надо спускаться, а не в окно выбрасываться с 10 этажа. Понимаете, главный вопрос. Я бы очень хотел, чтобы был Бог. Но я пытаюсь в этом убедиться, пощупать. Вот скажите, вот вы столько лет живете. Вы уникальный для меня человек, потому что, ну, я вижу, как ты живете. А вот вы убедились в своей жизни, что Господь есть. Вы не только в Него поверили, а вот жизнью своей вы убедились, что Он есть? Бог живой. Если молитва живая, от живого человека Бог отвечает. И мне убеждаться не надо, потому что это за один день не ответить, сколько раз Бог отвечает. Вот сегодня с утра мне уже звонят. Там-то болен. С Австралии позвонили, с Америки, из Великобритании. И тут же говорят, только помолились, и сразу обстановка изменилась. У меня живая связь с Богом. Меня просят помолиться со всего мира. Я прошу чего-то, помолились только. А человека я не видел там 10 лет, допустим. Я помолился выше на улицу, он около дверей стоит. Я говорю, а зачем ты пришел? Сам не знаю, такое беспокойство было. Я, говорит, вот пришел. Я ежедневно с этим встречаюсь. Я каждый день молюсь ему. У меня оружие есть такое. Вот. Вы просто начитываете. Молитва же умная должна быть. Да, умная. Безумная молитва Бог не приемлет. Молитва трех ступеней. Первая – просительная. Вторая – благодарственная. И третья – словословие. А что такое словословие? Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков в аминь. Аллилуйя. Песнь, хвала. Я ничего не прошу. Я просто Бога славлюсь. Свят, свят, свят Господь Савов. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Вы просто уникальный человек. Вам Бог такой дал. Но мы же, в общем-то, в основном безбожники. Больше массе своей. А разве можно? Ну вот я бы хотел, понимаете? Мне 29 лет. Я вот ищу. Ищу его, ищу. Но он явно так не является. Он не является ясным. Так, ну давайте являться. Самое маленькое. Сегодняшний день. Бороду не брейте. Бритву выброси сегодня. Вы на это даже не пойдете. А запах? Ну так выбрось бритву. Выброси ее сейчас. Порви и выбрось. А это мне поможет? Ну вы начните с малого испытывать себя. С малого. В малом вере над многим поставлю. Что тебе давать большое? Это ты его ногами потопчешь и все. Вообще, вообще не вопрос. Вопрос так. Вы курите, нет? К сожалению, я курю. Так, никаких сожалений. Вы самоубийца. Выброси сегодня и никогда не прикасайся. Вам уже не получится. Вы будете окурки собирать сопливые и будете жевать их. Это правда. Ну и все, ты раб греха. А Господь говорит, делающий грех. Я раб греха. Если сын освободит вас, свободны будете. Помолитесь, чтобы Бог избавил. А как это сделать? Я знаю, что Христос, вот он пришел и умер за меня. Но как вот, чтобы он мне помог освободиться-то, я-то сам не могу. Не можешь, ты не хочешь. Если тебя сегодня арестуют, тебе там не будут табак давать-то. И все кончилось, собака сдохла. А, ну а как попросить-то Бога, чтобы он меня избавил? Ну вот, просите. Прямо скажи, Господи, избавь меня от дурости. Чтобы я языком лишнее не болтал. И все лишнее убери. А вы думаете, это так просто, что ли? Это же не просто. Так, знаете, есть люди прописанные на небе, есть непрописанные. А, ну это все. Так вы старайтесь быть там прописанным. Там не домовая книга. На глазах людей никогда не пейте. Не хлюпайте. Вы не пейте ни на глазах людей. Я сказал второй раз. Хорошо, хорошо, все. Зачем я спорить? Буду время драгоценное тратить на вас. Я вам сказал, вы ничего не будете делать из этого. Пока не бросите курить, ко мне больше не заходите. Конечно, заходите. Хорошо, хорошо. Вы вам спасите. Я при вас не буду, я не буду. Нет. Просто мне... Не при мне. Вообще бросьте, брод не берите. Я не буду. У меня просто есть к вам душеспасительный вопрос. Давайте. Давайте по счастям. Вы бросаете бриться и курить. Я не броюсь. Ну, не надо обманывать. Дальше. Вопрос. Я не убью, так сказать. Так, вопрос. Ну, какой может быть вопрос? Вот мне хотелось... Главный вопрос. Вы вот действительно убедились, что Господь есть, живя таким путем? Ну, как убеждаться? Вот, допустим, я вижу передо мной вещь какая-то, вот рама, окно. Так это... Я могу подумать, что это мираж, а что Бог... Я не могу никуда повернуться, чтобы Бога не увидеть. Бог везде и всюду. И в звездах, и в Солнце, и в Земле, что она несется быстрее пули по орбите. И однако маленькая какая-то атмосфера глушит миллионы метеоритов. Каким одеялом Бог ее одел? А я буду болтать, что попало. Бог дал все. Дал желудок, дал пищу, дал зерну силу расти. А я буду думать, а где он, Бог? Да зачем мне такое нужно на Земле? Нет, не думать. Я не про это говорю. Я говорю про то, что, живя праведной жизнью, вы наверняка убеждаетесь, что он подпитывает вас силами, допустим, и так далее. Живете с ним. Слитно. Так это... Вы живите с ним. Я хочу. Я его ищу. Я поэтому вам и позвонил. Нет, нет. Вы не хотите. Вы только говорить хотите. А делать не хотите. Вы сегодня опять закурите. Выбросьте эту мерзкую траву. Не отравляй себя. 12 лет жизни ушло. И рак гортани и печени. Вам зачем эту перспективу? Меня больше пугает другая перспектива. Вы ругаетесь? Скверные слова говорите? Я говорю, меня ругает больше. Я говорю, вы сами ругаетесь, материтесь? Стараюсь этого не делать. Ничего не получится. Говорили, и будете говорить. Теперь. А знаете, отчего такие люди скудоумные? Блудник скудоумен. Я вас даже не буду спрашивать, знали вы женщину или нет. Потому как у вас ресницы, верхняя века стоит, уже вас целомудренным не назовешь. Не назовешь. Это самое малое из грехов. Самый великий грех, как Аполлос говорит, большего греха нет. Хорошо, ладно. На этом грехе погибает, вот 20 мытар после смерти проходят, 20 таможен. Там пить, курить, там что-то еще. Так, молча слушайте. Бывает огневался, там блуд. Так на блудном погибает больше, чем на 19 других. Я вчера слушал, вы про это говорили. Еще один вопрос, и все на этом. Не буду вас отвлекать. Вот Христос пришел, чтобы меня спасти, всех спасти. А есть ли такой грех, который он, вот, которого не спасет? Есть такой грех, это называется нераскаянный грех. Когда вы его не признаете за грех и не просите прощения. А для этого, чтобы раскаяться, подлинности, надо и в церковь ходить, идти на исповедь. А священник имеет власть от Бога разрешать от грехов. Притом это не откладывая на завтра, потому что написано, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе. Я понял, но здесь другое противоречие. Смотрите, вот я вас смотрю долго уже. Вот, скажите, вот на священниках есть благодать. А если они крестят неправильно и так далее, но я искренне ему исповедую в бихи, оно отпустится? Отпустится. Пока он не запрещен, через него таинство действительное. Скажите, а вот если где-то убийца какой-нибудь там и так далее, но он покаялся, Христос простит его? Да, два разбойника распяты были со Христом. Оба хулили. Но один одумался и говорит, мы достойно приняли. А он ничего греха не сделал. Господи, помяни мне в царстве твоего. Господь говорит, сегодня же будешь со мной в раю. То есть, это правда, что Христос за меня умер, и любой мне грех, если я покаялся. Да, он умер, вы уже это все знаете, говорите, а ко Христу не идете. Ничего больше не надо. Вам какие доказательства нужны, что любовь есть? У вас глаза, уши, язык, все есть. Как можно не верить? Верок нету. Можно хоть во что не верить, но нельзя не верить в любовь Божию. Это самое сильное доказательство. Спасибо большое. Больше ничего не надо, я все услышу. Так, все с Богом. Я вам сейчас скину тут в скайпе, когда, что и какие материалы. Все, пока. Спасибо большое. Вы их только... Которые материалы скину, чтобы хорошо просчитали и себе сохранили. Давайте. Не уходите здесь. В течение полчаса я все вам кину сейчас. Я буду ждать. Спасибо большое. Аллилуйя.